Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит этот YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев и снова у меня в гостях Аркадий Милман, израильский в прошлом дипломат, специалист в области национальной безопасности и международных отношений, который был в свое время послом Израиля в нескольких странах, прежде всего в России и в Азербайджане, а сейчас возглавляет программу российских исследований в Израильском институте проблем национальной безопасности. Аркадий, я вас приветствую. Приветствую, добрый день. В субботу три недели, как началась война, как Хамас атаковал территорию Израиля и совершил совершенно жуткие преступления, устроил самую настоящую резню, о которой, я считаю, мы не должны забывать. Очень много сейчас разговоров на другие темы, но мне бы не хотелось лично, чтобы эта история ушла в памяти на задний план, потому что вот каждый день мы узнаем какие-то совершенно невероятные истории про жертвы, которые понесли израильтяне в результате этой резни. И меня, например, потрясает история людей, которые были выжившими в холохосте, но не выжили после вот этого рейда. Скажите, какая сейчас ситуация? Почему затягивается начало наземной операции? Или все идет по плану? Нет. Тут не вопрос, все ли идет по плану, потому что очень такая негативная коннотация этих «все идет по плану», мы еще не начинали, если мы говорим о другой войне, которая однозначно связана с нашей войной против Хамаса. Это очень важный элемент нынешней ситуации в мире. Вот то, что происходит в Украине и то, что происходит у нас, это два звенья одной и той же цепочки, которая идет от оси зла, от России, Ирана, Хамаса, Физбаллы, вот этих террористических организаций и государств. То, что у нас произошло, это, безусловно, трагедия, которую мы будем еще расследовать очень-очень много лет. И каждый день, я абсолютно согласен, каждый день мы узнаем какие-то новые подробности совершенно нечеловеческого поведения, звериного какого-то поведения этих террористов. И дело в том, что у меня есть знакомые, у которых дети оказались там в этой ситуации, и это поражает, и это не дает покоя. Что сегодня у нас происходит? Мы сегодня готовим наземную операцию. Но та наземная операция, которая должна быть, она уже совершенно другого плана, чем когда-либо мы совершали подобного рода операции. Это самая настоящая война. Война против противника, который использует страшные методы, который готовился к этой войне много лет. И мы это прозевали, и мы это признаем. И высшее руководство это признает, кроме нашего премьера, который все еще делает вид, что это не его была ответственность. Что поражает само по себе. Неприятно его критиковать во время, когда идет война, но просто все возмущены таким поведением и нежеланием взять на себя ответственность. Все другие генералы, генералы армии, начальник генштаба, начальник главы внутренней безопасности, все берут ответственность, потому что понимают, что у нас было разрушение целой концепции, в которой мы жили и думали, что она верна, и она приведет к какому-то положительному результату. Теперь несколько моментов, которые имеют отношение прямой вот к наземной операции. Эта наземная операция не может совершаться, как когда-то совершалось. Когда огромные колонны солдат идут с танками, с пушками, сверху бросают бомбы, с моря идет тоже пальба. Но в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и так как эти террористы ведут войну, и так как они построили целый подземный город Газа, там есть город над землей и город под землей, который сотни километров, туннелей, бункеры, где там находятся 30-40 тысяч, наверное, этих террористов, их семьи, обслуживающий персонал. Там совершенно другая история, чем мы привыкли, чем мы знали, и чем где-либо какая-то армия боролась с такой террористической организацией. Это не сравнит то, что было в Маслово, когда американцы, это не сравнит то, что было в Ираке, в Афганистане и так далее. Поэтому сейчас требуется подготовка. Если кто-то думал или наивно рассуждал, что соберут 300 тысяч резервистов, распределят их по правильным пропорциям на Северном фронте, потому что там в Физбалайче непонятно, что будет там, и на Южном фронте, и сразу вот эти 100 тысяч ринутся в бой, это большая ошибка, потому что это будет огромное количество жертв. А жизнь каждого солдата мы уже достаточно потеряли вот в этой бойне, и жизнь каждого солдата, она на вес золота. И это должны мы понимать, и это уже понимает руководство страны, и поэтому готовится отдельно план. Второй момент, это время для того, чтобы резервисты их всех собрали, теперь надо их подготовить, они должны возвратиться в правильную военную форму. Это невозможно взять пулемет-автомат в руки и уже идти воевать. Нет. Надо пройти опять кое-какой инструктаж, надо подготовиться, надо сделать несколько таких маневров, где будет совмещена и пехота, и артиллерия, и танки, и самолеты. Опять прокрутить это в голове, и лишь только тогда заходить. Далее. Сейчас идет переговорный процесс по освобождению заложников. И правительство правильно делает, что оно пытается максимально понять, как и что, для того, чтобы освободить людей. После этого надо будет, конечно, заходить и делать зачистки, и без этого не получится. ВВС пока бомбит абсолютно все объекты Хамаса. Мы призываем население газа из северной части переехать в южную. Из миллиона 50 тысяч, миллиона 100 тысяч, уже около 750 тысяч переехало. Но вот сейчас последние известия, которые поступают из севера газа, Хамас пытается расстреливать тех жителей газа, своих же, которые хотят переехать на юг. Почему? Потому что они их живой щит, и поэтому они хотят их держать максимально. Поэтому там тоже целая история. Мы посмотрим, пока что это откладывается, но есть и в этом большое преимущество. Потому что враг ждет, он готовится, он думает. Но готовим для него сюрпризы, конечно. Которые будут морять, воздух. Я прошу прощения, вчера была одна очень важная бомбежка, которая начала бомбить их бункеры. И там очень глубоко так зашло. Хорошо. Так что готовим сюрпризы. Ну вот как раз журналист, известный израильский русскоязычный Сергей Ауслендер в своем телеграм-канале выложил съемку, как прилетает с израильского самолета, видимо, ракета. И потом, видно, начинается сильнейшая вторичная подземная детонация. Слышны характерные взрывы, треск, рвутся боеприпасы, спрятанные где-то вот в этом самом настоящем метро, которое под землей. То есть, судя по всему, продолжение точечных обстрелов и ракетных ударов в том числе помогает и уничтожит большие запасы ракет, боеприпасов и всего прочего, что складировали годами хамасовцы внизу, там, в подземном городе. Так? Да, однозначно. И это будет продолжаться. Параллельно есть различные разведданные, на основании которых мы уничтожаем, выше руководства хамаса, уже уничтожены различного рода военные командиры. Террористы такие, у которых руки в крови по горло. И посмотрим, но это все на пользу дела, потому что сейчас нельзя, скажем так, я бы это определил, ну, скажем, фигуративно таким образом, что вместе она хороша, когда она холодная. Чтобы не допустить лишних ошибок и не допустить лишних жертв с нашей стороны. Мы вот в этот день потерялись столько, что это просто уму непостижимо, и для нас это огромнейшая потеря. Это впервые после Голокоста, что такое огромное количество людей погибает. Просто резня, бойня, сжигали их, насиловали женщин. Ужас просто. Вы разговаривали со мной буквально в первый день, когда началась война, три недели назад. И многое было еще непонятно, многое было еще неизвестно. В том числе мы тогда обсуждали роль России во всех этих событиях, и вы были значительно более осторожны в оценках, нежели в самом начале нашего сегодняшнего разговора. Есть очевидный набор фактов, которые подтверждают, что, если угодно, вся концепция израильской политики в области отношений с Россией в сфере национальной безопасности... Евгений, я прошу прощения, у нас сейчас сирена, и я должен спуститься в бомбоубежище, поэтому мы идем дальше, ведем стрим, когда я буду в... Есть. Хорошо, мы делаем паузу. Пауза, спасибо. Спасибо, я перезвоню через 10-15 минут, когда это пройдет, хорошо? Хорошо. Спасибо. Есть. Спасибо. Спасибо. Все, я снова здесь. Ну, вот так вот. Да. Мы имели возможность посмотреть, как это бывает. Да. Совсем недолго продлилась воздушная тревога, видимо, подлетное время небольшое. Да, но тут просто еще были выпущены железный купол, и оно как бы сбивает, слышали бумы какие-то. Ну, вроде повреждений нет. Сейчас мы посмотрим, сейчас я скажу, были ли повреждения. Сейчас посмотрим. Нет, повреждений пока не пишут, что было. Я повторю вопрос коротко, который я достаточно подробно формулировал, вы помните, наверное. Ваша риторика, ваша оценка стала значительно жестче, чем была в первый день войны. Очевидно, появилась достаточная информация, которая позволяет судить, что как минимум политически Россия причастна к тому, что произошло. Политически, думаю, даже не политически. Так как Россия сегодня защищает Хамас, ни слова о осуждении, просто ни слова. Даже намека на это. Такими общими словами, какой-то там террор Путин выдавливает из себя. Вчера он собрал религиозных представителей, там он выдавил из себя террор, там сожаления по поводу жертв. Но и поведение главного раввина в его версии путинской Берлазара. Это просто, ну скажем так, раболепство такое. Он пел ему дифирамбы, какой Путин великий, царь-батюшка. Выглядел это просто ужасно. И да, тоже так, без намека. Уж он-то точно мог сказать Хамас террористы. Уж он-то точно мог что-то сделать. Нет, там он сидит. Это просто не поддается никакому пониманию. И я объясню, в чем дело. Берлазар, он принадлежит так называемому направлению хазитизма Любовичского раввина. Эль-Хаббат. Это такое движение Хаббат. Они по-своему там немножко интерпретируют иудаизм. У них там свои какие-то дела. Ну, как каждая религия стечения. У нас тоже есть различные течения. Все легитимно. Но представители этого течения сейчас страдают от бомбежек России. То, что мы говорим о терроре у нас в секторе Гази, не отменяет войну там. Там война продолжается. Там евреи страдают. Там евреи воюют тоже в украинской армии. Хоть бы слово. Он до этого что-то сказал. Соболезновое сожаление этим людям. А хаббатники здесь. Вот сейчас была сирена. И целое поселение, которое у нас называется Кфар-Хаббат. Это типа такой вылечев Хаббат. Деревня Хаббата. Это недалеко возле аэропорта Бен-Гурьона в Луде. Это сейчас была вот сирена у нас у всех. Они же там тоже страдали. Ни слова. Ни слова. Вот это позор просто. Ну хорошо. Путин, мы можем сказать, он антисемит, там какие-то интересы и так далее. Но ты-то принадлежишь же. Как? Ты-то это же твое. Тебе же должно болеть. Ну или он там долго. Какой благ. Нет, там было интересно. Там просто сумасшедшие были формулировки. Типа в России же все хорошо. Там же никогда не было никакой национальной розни. Сейчас волна антисемитизма просто зашкаливает. Как я говорил вчера с некоторыми знакомыми в Москве. Просто зашкаливает. Нет, у нас все хорошо. Мы же все сидим. Мы же не конфликтуем. Мы друг друга уважаем. Там такие дифирамбы. Ну просто такой Советский Союз в самой махровой своей форме. Ну просто. Ну вот и все. Ну и что? Ну как? Теперь по поводу России. Кратко. Во-первых, что нам уже известно? Нам уже известно, что Россия дала лицензию на производство автоматов калашников. В секторе газа. Мы знаем, что российским оружием, которое шло либо через Иран, либо произведено было в Иране по российским лицензиям. RPG, стрела, корнет, калашниковы, гранаты, гранатометы и так далее. RPG, да? Они все имеют отношение прямой к России. Хамас находится на прямой связи с Россией. Богданов, заместитель министра национальных дел и представитель Путина на Ближнем Востоке, который был послом в Израиль, а был сейчас в Катаре на прошлой неделе. И общался с этими террористами. То есть идет у них постоянно диалог. У них постоянно сейчас вдруг вчера Песков призвал к освобождению всех заложников. Вдруг такие миротворцы. Надо освободить. Так если вы можете освободить, и вы на них влияете, и вы их поддерживаете, словом вы их не осудили, так вперед, помогите освободить. Секундочку, Аркадий, вот к вопросу о призыве Пескова. Я обнаружил, что была публикация в израильском издании «Макор решен». Журналистка позит Равина написала, что оказывается есть информация, что в Газе пропало семь сотрудников или, я не совсем понял, семь сотрудников или семь агентов службы внешней разведки России. И якобы они два месяца назад туда были заброшены каким-то образом, и две недели назад перестали выходить на связь. И резидентура о них ничего не знает. И якобы сотрудники СВР, которые работают в Израиле, пытались даже с израильскими соответствующими организациями, структурами связаться, пытаясь выяснить судьбу своих людей, но безуспешно. Соответственно, возникает вопрос, а что они там делали? А что они там делали, если это соответствует действительности? Во-первых, большой вопрос соответствует этой действительности. Может быть, это специально запуск какого-то такого, у нас говорится, у нас так красочно называется запустить какой-то шар для проверки ситуации. Мы точно не знаем, кто это. Во-первых, может, это были действительно агенты СВР русские. Может, это были палестинцы, которые завербовали, которые проходили в Москве какое-то там обучение, теперь должны были на месте с чего-то там делать, говорить. Они, в принципе, потому что говорит позит Робина, я ее лично знаю очень много лет. Это надежный источник? Вот это сложно мне понять, надежный ли у нее источник, потому что эта информация была только у нее, и только она об этом публиковала. Я не смог найти какой-то другой либо источник. Из моих разговоров с моими коллегами, из различных структур, я не смог получить какого-либо подтверждения. Поэтому несложно говорить. Но даже если мы исходим... Тут как бы есть два сценария. Один, они действительно существуют. Второй, это так называемая психологическая война. Желание примазаться к процессу освобождения заложников. Ведь там же есть российские граждане. Они обладатели израильского гражданства, но и российского. И Россия тоже должна нести какую-то ответственность. К ним тоже обращаются. Причем там ни один и ни два. Там были убитые люди с российским гражданством. Еще раз говорю, ни слова осуждения Хамаса. Это российские граждане убиты. Это Путин так долго говорил о том, как важна ему судьба соотечественников в Израиле. Кстати, что интересно, он когда начал свою речь вчера, вот это интересно, да? Вчера с представителями разных религий, он не сказал слово «Израиль». Он сказал на святой земле. Такое аморфная святая земля. Где она начинается, где она заканчивается, точно непонятно. Все сакральные, очень важные для всех. Только где начинается, где кончается, непонятно. Вы давите себя слово «Израиль», ему тяжело видно было. И поэтому мы не знаем. Но тут есть два сценария. Один, что действительно пропали. Второй момент, это что их нет, просто хотят примазаться к процессу именно освобождения и попытаться играть какую-то роль. Им очень важно показать, что они не изолированы. Что вот они способны что-то сделать. Вот они такие великие. Они призывают к миру и так далее. А самим, конечно, их первичный интерес, чтобы отвлечь внимание от Украины, отвлечь ресурсы и менеджмент attention, внимание тех, кто занимается этим вопросом. И перевести, сфокусировать на Израиле, на секторе Газии. Этого они пока добиваются. Факт, что мы уже подходим к концу третьей недели. И пока весь мир говорит только о том, что происходит у нас на Ближнем Востоке. Вот и вся история. Ну вот помимо выступления Путина перед представителями разных религиозных организаций, разных конфессий, я могу вспомнить, что уже на второй день после начала войны Путин на встрече с премьером Ирака сделал первое заявление, в котором возложил всю ответственность за произошедшее якобы на правительство Соединенных Штатов, который неправильно проводит свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Во всем виноваты американцы, оказывается. И затем, спустя через четыре дня, заявил, что... Сравнил, по сути дела, совершенно чудовищным образом блокаду Газа с блокадой Ленинграда. Но и я уже не говорю там о выступлениях Лаврова, которые вот несколько дней назад были. Опять он пытался все перевести на Соединенные Штаты. И есть конкретные вещи. Россия вместе с Китаем заблокировали последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, завитировали ее, предложенную Соединенными Штатами. Совершенно очевидно, на чьей они стороне. Своими дипломатическими демаршами. Голосование в Совете Безопасности, это уже совершенно конкретная вещь, правда? Да, это второй раз. Во-первых, первая резолюция, которую они хотели провести, которую поддержал Россия, Китай, Габон, Арабские Эмираты, объединенные. Они тоже, второй раз тоже. И первый раз просто там не набрало достаточно количества числов. А второму американцу, они как бы русские, наложили вето. Я не видел, что китайцы наложили вето, я видел, что русские наложили вето. Россия. Поэтому для нас однозначная позиция. Но я скажу так, первую неделю было пять заявлений Путина. Четыре заявления было абсолютно полной поддержкой Хамаса. Ни слова осуждения, ничего. Пятое заявление, которое было сделано в Бишкеке, там, видно, ему готовили, я не знаю, может быть, Министерство иностранных дел у Ушаков там что-то подчеркивал там, или что-то там дописывал. И там было как бы сказано беспрецедентно, констатация факта, никакого осуждения, беспрецедентная атака на Израиль. Все, это все, что он выдавил. И тут же потом он стал сравнивать Израиль, нашу блокаду, что это превентивная мера для борьбы с террористами, с блокадой Ленинграда. И обвинил нас фактически в том, что мы как нацисты, и мы нацисты и так далее. И этот нарратив продолжает развиваться, и все эти пропагандисты это развивают, и так далее, и так далее. Далее. Во всем, конечно, виновата Америка. Америка виновата в Украине, Америка виновата у нас. Америка всюду виновата. А борцы за мир это Россия и это ось зла. Россия, Иран, их прокси, Хамас и Хизбалла. Поэтому вот это, с чего я начал, что вот это именно ось зла и вот это сопротивление свободного, нормального, демократического мира, получается, что мы все в одной вот этой цепочке вот этих конфликтов, которые в Украине идут за свободу и за безопасность Европы, так и у нас идут за свободу. И не зря президент Байден сказал очень простую вещь. Он сказал, Хамас и Россия ведут борьбу против демократии. Точка. Вот и все. Вот и все объяснения. Поэтому и Штаты виноваты, и Европа виновата, и все виноваты. А они, ну что, они никогда не были виноваты. Я так понимаю, что в израильском общественном мнении происходят большие перемены в отношении России. Я вот смотрел пламенное выступление. Я не знаю, каким образом этот один из израильских парламентариев, лидер либерального крыла Ликуда, был приглашен на Russia Today. Судя по всему, они в нем просчитались. Но он такую отповедь закатил ведущему вот этого пропагандистского канала Арти. Вот смысл был такой. Вы видели, может быть? Конечно, видел. Конечно, видел. Разберемся с Хамасом, победим, будем с вами выяснять отношения. Я такого раньше не мог себе представить, такого пламенного выступления. Ну, там только одно уточнение. Он не член израильского кнезда. Он не член кнезда? Нет, он не член кнезда, он действительно в Ликуде. Он возглавляет так называемую группу либералов в Ликуде. И он действительно говорил очень резко. И сказал мне просто, будем разбираться, и вы заплатите очень высокую цену за свои преступления. Вот так он сказал. Что, в принципе, полностью соответствует действительности, полностью соответствует тому, что мы сегодня видим, и должно соответствовать тому, что мы сегодня видим. Есть стопроцентное движение и понимание, что Россия не друг, и Россия явно поддерживает наших врагов. Это очень серьезный сдвиг, потому что вдруг дошло понимание до военно-политического эстеблишмента, что оказывается, что Россия не друг, и все эти, вот все, что строили 30 лет, коту под хвост. И я тоже был частью этого процесса. Я пол своей жизни отдал тому, чтобы развивать отношения с Россией, с полсоветскими странами, чтобы увеличивать товарооборот, чтобы делать. Я трижды служил в Москве, трижды. И в конце концов мы приходим к ужасному результату и к разбитому корыту. Все, что делалось, все пошло на смартфон. Послушайте, в 90-е годы ведь все шло в правильном направлении. И мне кажется, тогда действительно российский внешнеполитический эстеблишмент потихонечку начинал избавляться от прежнего антисемитского, по сути, своей внешнеполитического курса в отношении Ближнего Востока и в отношении Израиля. Какой посол был замечательный, покойный Александр Евгеньевич Бовин, да? Бовин был прекрасным послом, прекрасным человеком, который сделал очень многое. Я даже должен сказать, что после него был Михаил Богданов, который сегодня заместитель министра. Он тоже очень много делал. Его тоже очень уважали, он очень хорошо работал. Но там был один такой момент. До Примакова все развивалось правильно. Потом, когда пришел Примаков, стал министром иностранных дел, потом премьер-министр, сразу начался крен, опять в сторону арабского мира, опять с претензиями, опять с многополярностью, опять с претензиями к американцам. Помните разворот самолета? Но я приведу, например, такой простой пример. Когда были гроздья гнева, это было в 96-м году, перед выборами, это было весной, в апреле, по-моему, ну, март-апрель, да, это была тяжелейшая ситуация. Страшнейшие террористические акты террористов в Израиле. Была очень напряженная остановка. Это было перед выборами, после убийства Иска Карабина. И тогда многие прилетали в Израиль, и американцы, соответственно, и Примаков прилетел. Прилетел тогда из Бейрута. Я его лично встречал утря по самолету. И до этого что-то Перес, который тогда исполнял обязанности премьер-министра, после того, как был убит Рабин, он исполнял обязанности премьер-министра. И что-то там в переговорном процессе Перес что-то сказал. И я помню эту сцену, когда спускается с трапа самолета Примаков, он тогда был министром иностранных дел, он спускается, видит меня, я стою внизу, и он говорит, так вы меня не хотите здесь видеть? Тогда я уйду. И стал подниматься назад наверх. Я сказал, да что вы, мы вас ждем, премьер вас ждет, министр иностранных дел. Ну ладно, я тогда приду. Я спущусь. И спустился. Вот это театральное вот эти перформансы, да, это, конечно, такое, производило впечатление. Это был человек. А когда в 2006 году началась Вторая Ливанская война, и был взят в заложники в плен наш солдат Гелад Шалить, это было опять в секторе Гази, опять Хамас, опять целая страшная ситуация. И я давал очень часто интервью, понятно тогда, практически меня все интервьюировали, тогда еще была более-менее свободная ситуация, и НТВ, и ОРТ, и Россия, и другие каналы. Все время я давал интервью. И я говорил о двойных стандартах. Сказал, вы не можете, с одной стороны, говорить, что вы против террора, и с другой стороны, поддерживать Хамаса, вот этих террористов. Их избала в Ливане. Тогда начиналась Вторая Ливанская война. Что говорил об этом Примаков? Он уже тогда не был во власти, он возглавлял торговую палату, не знаю, там, союз какой-то торговых палат. Он в прямом эфире, там было несколько таких эфиров, что меня интервьюировали, потом он выступал. И он требовал, чтобы меня объявили персоной нонграта. Как я посмел что-то сказать? Поэтому такой момент. То есть, с одной стороны, шла какая-то тенденция на усиление, на улучшение, на расширение отношений. А с другой стороны, сидели вот такие, как Примаков. И которые терпеть нас не могли. Послушайте, я в том же визите в 96-м году, я приведу такую маленькую деталь, она очень интересная. Тогда был покойным, тогда был президентом покойный Эзер Вайцман. И вот вечером мы пришли уже, после встречи с Пересом, еще с министром здравоохранения, тогда барак был. И мы, значит, приходим вечером к Эзеру Вайцману. Скромный ужин. Там все у нас скромно, без этих шампанских и черных, и красной, и черной икры. Очень такое скромно все. Примаков не притронулся ни к чему. За столом. Ни к чему. Но и сам разговор был очень таким, коротким. Примаков сразу стал, он предоставил ему Вайцману слово, и тот сразу начал с критики. Тот критиковал, мы самые ужасные, мы самые плохие. Ну, в общем, весь этот совковый набор. И тут Вайцман его прервал. И сказал одну такую вещь ему. Господин Примаков, неужели у вас не найдется хоть одно положительное слово в адрес Израиля? И приставил руку к уху. Примаков фыркнул, встал и сказал, на этом разговор закончен. Вот вам вся история. Вот как это, да? Значит, там шли какие-то процессы, которые мы хотели видеть все в позитивном виде. А шли там, вот эта компания, которая пыталась обязательно оттянуть, нет. Потом, смотрите, потом назначали послов в Россию уже. Вначале, когда назначили Бовина, то было понятно, что какой-то был очень серьезный интерес. А потом стали назначать каких-то послов такие, знаете, последние послы вообще, как бы. Так не слышно, не видно, да? Ну, надо отдать должное, что покойный Александр Евгеньевич Бовин еще в советские времена был последовательным сторонником восстановления дипломатических отношений с Израилем. Я помню, что еще на дворе был какой-то 89-й год, конечно, у меня был с ним личный разговор. Он пришел на центральное телевидение, он вел тогда периодически программу «Международная панорама». Отлично вел, был самый интересный ведущий из всех, которые вели эту передачу. И он в ответ на мой вопрос об отношениях с Израилем сказал прямым текстом, вы знаете, Евгений, мои симпатии всегда были на стороне Израиля, и я считаю, что все, что мы делаем, это абсолютно неправильно. Вот была линия Бовина, условно говоря, и была линия Примакова. Кстати, я должен сказать, что в бытность еще свою корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, вот вскоре после того, как он с Ближнего Востока вернулся, в начале 70-х закончилась его эта командировка, он опубликовал книгу, которая называлась «Анатомия Ближневосточного кризиса». Конечно, я читал. Вот вы ее читали. Нам, я тогда учился в Истоке-Страна Азии и Африке при МГУ, нам, студентам, которые специализировались по странам Ближнего и Среднего Востока, я же иронист по образованию, но мне тоже там настоятельно рекомендовали прочитать эту книгу, я ее прочитал, и я должен был сказать, что она абсолютно была написана с арабских позиций. Абсолютно была написана с позиции тогдашнего Египта, тогдашней Сирии, тогдашнего ООП. И вообще, я немножко просто прикасался, вот в силу своего образования, в силу своего профессиональной подготовки, в силу учебы в Востоковедном ВУЗе, я должен сказать, что антисемитские настроения на идеологическом уровне внедрялись в головы молодых людей. Например, у нас в институте был спецкурс, который читал некто Юрий Иванов, ответственный сотрудник международного отдела ЦК КПСС, который был знаменит своей книжкой глубоко антисемитской «Осторожно, сионизм». Да, это известная книжка была. Вот этот самый весьма несимпатичный персонаж был специально приглашен в наш ВУЗ, чтобы читать специальный антисемитский, по сути дела, спецкурс. И даром это не проходит, знаете, вот. Конечно. А посмотрите на младшего Примакова, извините меня. Он в свое время ведь работал под псевдонимом Сандро, корреспондентом в Израиле, и, насколько я помню, у него были даже проблемы какие-то с аккредитацией в государстве Израиля из-за того, что он слишком много общался с людьми, принадлежавшими к разным палестинским организациям, и, судя по всему, это не вполне соответствовало статусу его журналистко-корреспондентской работы. А сейчас, смотрите, он как развернулся на посту, его сразу повысили, так я понимаю, в честь дедушки до главы Россотрудничества, и там он будь здоров, как зажигает. Ну да. Я понимаю, что отец, сын за отца не отвечает, но, между прочим... Но это внук, он внук, он внук. Он внук, да. А господин Богданов, между прочим, сын генерала КГБ Леонида Богданова, который был резидентом внешней разведки в Тегеране в конце 70-х, а потом возглавлял представительство КГБ в Афганистане. Это тоже, может быть, сказалось? Кто его знает? Ну, смотрите, тут есть такой интересный момент, как про СССР и Израиль был какой-то, скажем так, был какой-то канал связи после разрыва отношений 67-го года и какое-то время в 70-е годы отрезок времени ответственным за этот канал с советской стороны был Примаков. И Бовин, кстати, тоже. И Бовин тоже ездил в Израиль. Да. Но Примаков был важнее в этом плане. Ну, важнее. Как бы больше к нему прислушивались. Бовин был вольнодумцем, поэтому к нему там такое сложное было отношение. Его Брежнев любил. Да. Брежнев его любил, поэтому это его держало. Скажем так, он был часть этого пула. А вот Примаков, он как бы уже нес какую-то даже ответственность за вот эти действия. И что интересно, что вот назначили именно Примакова, который абсолютно к нам не благоволил. То есть, если должен был поддерживаться секретный канал, то хотя бы у того человека, который вел эти контакты должна была быть какая-то эмпатия. Должно быть какое-то предрасположение, нормально выслушивать, вести диалог. Нет. Вот он держал вот эти контакты, и они были, и он посещал Израиль, и с ним встречались не только в Израиле, там определенные люди, я знаю, кто был с израильской стороны ответственный за это, но опять же, его позиция была анти. Не важно что, не важно что, но главное, чтобы быть анти. Причем вот это, даже это все выражалось в каких-то мелочах. Я помню уже, когда я буду послом, пришел с каким-то очень важным человеком, который занимал в израильском бизнес-сообществе важную должность председателя международных палат сотрудничества. И вот мы пришли, идет разговор, с каким пренебрежением он относился, он всегда пытался конфликтовать. Вот не важно что, мы сами раздражали его уже тем самым, что мы пришли и мы из Израиля. И вот, значит, идет беседа. Этот человек, он израильтянин, который родился в Израиле, он ни слова по-русски, он говорил очень спокойно, очень тихо. Что-то во время этой беседы я ему, значит, там было какая-то технически он неправильно сказал, и я ему написал маленькое такое на бумажке, что просто он поправился себя. Это принято, это всегда есть, кто-то что-то дополнить, чтобы не встревать, не перебивать. Есть какие-то, идет какой-то разговор, идет, нельзя этот темп убивать, да? И я ему даю, этот человек читает и пытается это сказать. И тут друг Примаков обращается ко мне по-русски, вы мне тоже скажите, что написано на этой бумажке, чтобы я тоже узнал. Мы так на него посмотрели оба, причем разговор шел же на английском, он не говорил, там был переводчик. Вдруг он ко мне вот так обращается, ну, вы мне тоже покажите. Вот этот подход, конечно, он меня убивал, а сейчас как бы, а сейчас после того, как Путин начал еще в сентябре антисемитскую кампанию, начал менять нарратив Холокоста и обвинять украинцев в убийстве полтора миллиона евреев в Украине. И там была такая фраза, зайдите на сайт Кремля и вы его увидите, что даже СС не могло себе такого представить. Ни немецкая армия, ни СС подразделения не могли себе такого представить, то, что делали украинцы и убивали полтора миллиона. И вообще вот этот, и тогда волна идет, уже все можно говорить, да, раз это. То есть, как бы, даже СС не убивало евреев в Украине, да, это. И не было Нюрнбергского процесса над командирами зондеркоманд в 1947-48 годах, да? Конечно, ничего не было. Это же все. И, более того, победили только русские войны. Ни украинцы не воевали, они были около третьей советской, красной, армии, да, красной потом ее переименовали в советскую, да, вот с начала войны все участвовало около, около, 27-28, 30 процентов. Почти треть советской армии, красной армии, которая воевала с нацистами, кто это были? Украинцы. Вот, для понимания ситуации. Не, их не было. Евреи, грузины, казахи, белорусы. Не, их не было, они не воевали, они только русские воевали. Вот, мы только советские, не советские, мы вот Россию победили, и Сталину. Я бы, кстати, напомнил господину Путину, что как раз вот тогда, когда американцы уже без участия советской юстиции судили в Нюрнберге командиров зондеркоманд, виновных в массовом уничтожении евреев и на территории Украины, и на территории других стран, в Советском Союзе разворачивалось, ровно вот в это же самое время, разворачивалась вот эта самая пресловутая антисемитская кампания по борьбе с космополитами. И это такое, знаете, не случайное совпадение было. Абсолютно два разных вектора в борьбе с последствиями Холокоста. Невозможность переписывать, понимаете, как вот это politics of history, да, это политика и история, не знаю, как точно перевести на русском, на английском это целое направление в исторических исследованиях, политика, politics of history, да, когда приходит власть, и как правило, это не в демократическом сообществе, а в авторитарно-тоталитарных режимах, и сразу начинается переписывание истории, сразу создается совершенно другой нарратик, и уже неважны факты, все подтасовывается, и вот эта подтасовка, которая началась очень сильно после 2008-2009 года, после Грузии, вот это, начались полностью переписывать истории. Сегодня та история, которая учебники с этим Мединским, да, или с ректором МГИМО, это тоже вызывает такие, просто Тархуновым, это просто, да, удивляет. Тархунов, мне казался всегда чрезвычайно милым и приличным человеком. Ну вот, под конец жизни он показался свое лицо. Вы же с ним наверняка тоже были знакомы. Да, много раз посещал и говорил, и давал лекции, и обсуждали, и привозил туда различных лекторов, и там были постоянные общения, это был очень уважаемый ВУЗ, очень уважаемый ВУЗ, и очень уважаемое заведение, и я всегда относился с большим уважением, потому что там реально, там можно было спорить, но этот ВУЗ, который реально готовил настоящих специалистов, и пожалуйста, и вот вдруг такое переписывание вот этой истории, и все, полностью переписали, теперь совершенно другая история, совершенно, совершенно все по-другому, и вот как теперь с этим жить, как дальше быть с этим, и самый главный вопрос, ну хорошо, что-то случится с Путиным, как понятно, он же недолговечный, и путинизм останется, и что, и вот так будут люди растить людей в такой идеологической атмосфере, серьезный вопрос, с этим. Да даже беда-то в том, что даже если люди, которые придут на смену Путину, захотят изменить идеологическую атмосферу, это будет очень сложно сделать, потому что идеологическая атмосфера, как мы с вами отлично понимаем и знаем из нашего прошлого, меняется не сразу, иногда на это уходят долгие годы и даже десятилетия. И я, я скажу, более того, я же работал в Москве в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х, потом в середине 90-х, потом в 2000-х, и в начале вот этих 90-х было ощущение, что вот за 3-4 года Россия станет демократической страной, все изменится. Был романтизм такой, была наивность, и вдруг все пошло совершенно криво, косо, не в ту сторону с Путиным вообще непонятно куда. И вот нельзя допустить ошибку после того, как этот режим закончится. И надо понимать, что это длительный процесс, это не одно и может быть даже не два поколения. Не зря 40 лет Моисей водил евреев по пустыне, чтобы поколение рабов не вошло в святую землю, не строило новую жизнь. Это такой серьезный философский вопрос. И я, если мы вернемся к Хамасу, то тут такая интересная параллель. Ведь палестинцы своих детей и на территориях Иудеи и Самарии на западном берегу и в секторе Газии, если посмотреть их учебники, их учебники основаны на просто, я бы сказал, животной ненависти к Израилю и к евреям. Хотя все мы семиты, хотя все мы семиты и по преданию мы как бы, ну скажем так, условно двоюродные братья. Иногда даже у нас сленг, кто-то что-то говорил, он говорит, двоюродные братья. Конечно, негативный сленг, но просто для понимания ситуации. И вот мы можем уничтожить военное, в чем у меня сомнение, в чем сложность этой ситуации, в которую мы попали. Мы можем уничтожить военную инфраструктуру Хамаса. Мы можем уничтожить этих террористов. Мы можем уничтожить их пособников, там тех, кто это. Мы можем добраться до каждого и доберемся до каждого. Это уже, это просто такая, скажем так, это то, что всегда нас характеризовало в мюнхенской трагедии. Пока мы всех не убили, мы не успокоились и так далее. И пока Айхмана мы не привезли в Израиль, не судили, не казнили, мы не успокоились. И других нацистов и так далее. Вот точно так будет с этими. Но сама вот эта идеология вот эту идею, ее же убить нельзя, если у нее есть какие-то сподвижники, какие-то, те, кто ее поддерживает, те, кто ее пытается распространять. Вот это же настоящая проблема, и она остается. С ней-то вот как бороться, если есть люди, которые все время, это сложно. Это очень сложно. Я вот видел репортаж, по-моему, Sky News снимал большой репортаж о том, каковы настроения у палестинских детей, вот у совсем маленьких подростков. И они рассуждают о том, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в Израиле, что происходит в Иудее и Самарии, что происходит в Газе, в абсолютно, совершенно вот жестких идеологемах далекого прошлого. И это серьезная проблема. И вот это изменит. Видно, что их и корреспондент спрашивает, а чему вас учат в школе? Что вам учителя говорят про Израиль? И дальше там начинается такое, что просто хоть стой, хоть падай. Поэтому, когда, вот я прямо говорю, поэтому, когда на Таняо выходят, и вот эти лозунги, мы их сейчас, он как-то в 2009 году, мы их уничтожили, я только предокладываю, я их уничтожу, и по сегодняшний день он их уничтожает. Наоборот, он их усилит. Вся его концепция привела именно вот к этой звериной атаке на нас. В этом и вся проблема. Он всегда вел, вот он пытался играть на конфликте интереса между палестинской автономией и Хамасом, на их вражде. Этих он усилит, этих он ослабит. Вот они будут бороться. Ничего не сработало. Полный провал. Полный провал. И вот уничтожим их. А вот эта идеология, вот эти поколения, вот что нам делать, как нам быть дальше. Причем это серьезнейшая проблема. И как перевести это все в русло какого-то мирного решения. С другой стороны, американцы, и я абсолютно с ними ссылался, они говорят, ну хорошо, вы сейчас уничтожите вот эту инфраструктуру, вы уничтожите Хамас, но все равно надо будет прийти к какому-то мирному соглашению. Ну куда мы делим эти в секторе газа два с половиной миллиона палестинцев? Они что, исчезнут, они испарятся? И та же самая проблема у Украины. То, что им тоже говорят. Ну хорошо, я очень надеюсь, что вы победите. Сто процентов. Я уверен, что они победят в конечном итоге, да, при всех этих словах. Вы выйдете к границам девяносто первого года, но Россия же не исчезнет, она же не испарится. Вот эта идеология, которая сегодня там существует, она же никуда не денется. с этим надо будет как-то сосуществовать, как найти вот эти, как найти вот эти механизмы, чтобы можно было обеспечить свою... Но тут беда в том, что многие украинские государственные, общественные деятели, политологи, журналисты, увы, на мой взгляд, несколько преждевременно решили, что вот если будет военная победа Украины, то путинский режим мгновенно развалится. А если нет? На мой взгляд, он не развалится. Он как раз... Это же не просто один Путин сидит, и вот этот режим это один Путин. Это миллионы людей, которые его поддерживают, которые кормят с этой системой, эта клиптократическая система их кормит. Они просто, как у них принято говорить на их сленге, пилят бюджет. Нефть все равно... Которые стали бенефициарами этой войны. Да, бенефициарами войны. Все это... Все это... Это неправильное определение олигархат, потому что они там не очень действует это. Они скорее кошельки, а не олигархи, которые там влияют на политику. Потому что сам тот факт, что Фридман вернулся в Москву, да, плохо жить в Лондоне под санкциями. Это тоже о чем-то говорит, да, это же система никуда, она не уйдет. Эти люди будут держаться до последнего за эти карманы, за эти потоки финансовые, за эту нефть, газ, и пытаться, пытаться что-то делать как-то. Конечно, и то, что они не могут ездить по Европам и по Америкам, и то, что дети должны возвращаться туда, и они не могут учиться в западных вузах, да. Обратите внимание, если мы пройдемся по вот этой галерии этих людей, где их дети учатся, да, где они учились, где они живут, да, и продолжают жить, где они держали вот эту недвижимость. Но Запад, он ужасный, он же весь гомосексуальный, он же ужасный, УГБТР, да, это все, никакой моральной ничего, только их почему-то всегда туда тянуло, да. Всегда. И сейчас очень хотят, а им перекрыли, а вино они же хотят пить французское, итальянское, хорошее, да, не краснодарское, не, понимаете, когда, то есть, вот, вот это тоже, на мой взгляд, полный когнитивный диссонанс, да, эти люди вообще живут в каких-то, параллельных, на грани шизофрении, да, сейчас меня опять все будут ругать, что я пользуюсь медицинскими терминами, психологическими, да, но, но это выглядит просто, как, совершенно непонятно, да. Ну да, раздвоение личности на лицо, как минимум. Ну что ж, Аркадий, спасибо большое за этот разговор, будем вновь к вам в будущем обращаться за анализом того, как развивается ситуация, за вашими оценками, я благодарю Аркадия Милмана, спасибо большое, дипломата, специалиста по международным отношениям и проблемам национальной безопасности, который, как вы теперь уже убедились из-за разговора, много раз работал в Москве, в том числе и послом Израиля, многих знает и многое понимает, гораздо больше, чем некоторые. Спасибо всем, кто нас смотрел, не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии, задавать вопросы. И всего, всем доброго. Субтитры подогнал «Симон»!